Что поляки думают о россиянах и Путине? Почему так сильно помогают украинцам? Когда между Украиной и Польшей не будет границы? И что разозлило Кадырова? Зачем россияне в Польше заклеивают свои автомобильные номера? Наклеили украинские наклейки. И секрет успешной победы над огромным врагом. И это тогда было очень важно для побед. После каких слов Леху Валензе пришлось усилить охрану? И что мы здесь можем сделать? История польского сопротивления Восточной империи. Первая помощь, историческая связь и солидарность в крови. Польша. Страна, которая первой распахнула свои двери для миллионов украинцев, бегущих от войны. Упрощенный въезд и первая помощь на всех возможных уровнях. От самого высокого государственного до бытового народного. Почему поляки так солидарны с людьми, которым нужна помощь? Как помогали белорусам в 20-м и почему так сильно поддерживают украинцев сейчас? Что думают о россиянах, Путине и возможной угрозе со стороны Востока? Узнаем у известных деятелей и простых людей. Президенты Польши и Литвы были последними иностранными политиками, посетившими Украину перед началом полномасштабного вторжения. Моё сердце и сердца всех литовцев бьются вместе с сердцами украинцев в этой борьбе. Перед лицом зла мы должны быть едины. Шановные украинцы, Литва с вами. Слава Украине! Польша выражает солидарность и полную поддержку для Украины. Свой официальный визит президенты завершили за считанные часы до первых обстрелов. На прощание Зеленский сказал мне, что он убежден, что Украина будет атакована в течение ближайших часов. Это был очень трогательный момент. Он сказал, что русские думают, что мы не будем воевать, но они ошибаются. Напоследок Зеленский добавил, Андрей, возможно, мы увидимся в последний раз. Зеленский добавил, что украина будет атакована в течение 20 лет. Сегодня Россия распочала вторгнение в Украину. Путин распочал войну с Украиной, с всем демократичным свитом. Тогда еще никто не знал, что будет дальше. Выстоит ли Украина, кто и какую помощь ей окажет, как поведут себя западные страны. Лишь за одно направление Зеленский точно мог быть спокоен. Западная граница находилась под надежной защитой. И готова была защитить всех, кто нуждался в помощи. Именно Польша стала первой принимать тысячи людей, бегущих от войны. И именно так выглядели ленты новостных сайтов в тот злосчастно-прохладный день 24 февраля. Президент Польши, мы стоим на стороне Украины. Польша разворачивает на границе 9 пунктов для приема украинцев. Польша готова принять тысячи украинских раненых. Нацбанк Польши предоставит Украине валютный своп на 900 миллионов евро. Польша предоставит Украине дополнительное оружие, деньги и гуманитарную помощь. Для того, чтобы въехать в Польшу, достаточно было просто показать украинский паспорт. Никаких виз и дополнительных разрешений. Даже для четвероногих. Сразу за открытым шлагбаумом. Теплые вещи, горячее питание и первая помощь. От медицинской до психологической. Дальше бесплатный проезд. И в несколько раз превышающий спрос. Огромное количество предложений по жилью. С самого начала поляки, белорусы и волонтеры из разных стран провели свою мобилизацию и открыли новый фронт, задавая тренд. Тренд на поддержку и помощь Украине. Мы друзья украинцев, Украины. Поэтому то, что происходит в Украине, российское вторжение, война, которую развязал Путин, касается всех нас, нашей безопасности. И это коснулось совести поляков, нашей чувствительности и эмпатии. Отсюда и редко встречаемое в мире гостеприимство. Польские дома открылись для беженцев из Украины. Здесь они нашли дом, поддержку и покровительство на время войны. В первые дни украинско-польскую границу ежедневно пересекало по 100 тысяч человек. Всего за пять месяцев войны Польша приняла у себя не менее 4 миллионов беженцев. Это более 10% населения страны. Кто-то поехал дальше, кто-то вернулся домой. Но до полутора миллионов убежавших от войны решили пока остаться здесь. Не был пессель готов. Просто по загранпаспортам взяли детей в садик, в школу. Детям и констовары дарили. И по окончанию школы старший ребенок принес домой целый рюкзак вещей, которые школа подарила. Как бы летом пригодятся. И шлепанцы, и футболки, и шортики. Такой помощи, я честно скажу, никогда не видела и не встречала. И мы даже приехали нам с дома люди, когда видели номера украинские на машинах, они нам деньги выносили. Хотя мы говорим, нам пока не надо, как бы пока все есть, все нормально. Они нам в карманы совали деньги. Говорят, вам нужны были. У вас баши закончатся скоро. Ну, в общем, мы им очень благодарны, очень рады, довольны. Спасибо им огромное вообще. Не ожидали, честно говоря, такого. Ну, людей кормят вот тут. Тоже надо внимание этому делить. Люди приезжают, их как бы кормят. Вот такие вот моменты нам. А так мы сами стараемся себя реализовать. Мы от поляков ничем не отличаемся. Если, надай Бог, так было в Польщике, то Украина так же всю допомогу дала бы полякам. Дружные народы, соседние народы, то не может быть иначе. Поляки понимают, что это такое, оккупация. И они на себе это увидели. Также они наши ближние соседи. И хоть в минулому там были какие-то исторические недоразумения, но мы сейчас все цивилизованные люди. И если в сусідней стране такая агрессия не спровокована, то это, я думаю, нормальная реакция. Близость родины, похожий язык, упрощенная легализация и адаптация масштабной программы помощи, большое количество вакансий, пособия и поддержка со всех сторон. Неудивительно, что именно Польша сейчас лидер по приему украинских мигрантов в Европе. Те, что Польша приняла наших беженцев, это величезная поддержка для Украины. Ну и тоже Польша является одним из основных хабов постраданию гуманитарной помощи в Украину. Это и еду, это и одежда, это и технические средства для наших воинов, для цивильных. Тобто спектр всего, что сейчас в Украине необходимо, в основном идет через Польшу. Еда везде, водичка, то есть, ну, спасибо, на самом деле, Польша огромное, спасибо большое. По данным Польского экономического института, 70% поляков приняли участие в оказании помощи украинцам. В основном это покупка товаров, финансовая поддержка, бытовая помощь и волонтерство. Отклик от людей, готовность помогать в решении каждого вопроса. Мне за несколько часов нашли место, где я могу в безопасности пребывать. Мы предоставили все условия. Я бесконечно благодарна за этот сердечный отклик, за участие каждого, абсолютно каждого поляка, и каждого человека планеты в судьбе всех украинских переселенцев, людей, которые были вынуждены покинуть свой дом. Мы все любим свой дом, мы любим Украину, мы мечтаем тогда вернуться. Но пока нам бесконечно тяжело. Но больше всего вам помогло государство. Каждый беженец получил единовременное пособие 300 злотых на человека, в том числе ребенка. Кроме этого, украинцы на тех же правах, что и граждане Польши, получают выплаты по 500 злотых в месяц на каждого ребенка. А еще ежедневная выплата по 40 злотых для людей, которые принимают беженцев у себя. Добавим к этому бесплатное медицинское обслуживание, образование, льготы на транспорте, расходы на содержание лагерей беженцев, а также возросшие затраты на деятельность госслужб и органов. Вот и выходит, что с начала войны Польша потратила уже целый процент своего ВВП для поддержки беженцев из Украины. А это 5 миллиардов долларов. Для понимания масштабов в одном только Жешуве численность населения выросла на 53%. Каждый третий житель там теперь украинец. А само население Польши впервые в своей истории достигло 40 миллионов. В большой польской стратегии четко сказано, что нам необходимо существование независимых государств, которые Россия не будет контролировать. Украины, Белоруссии, стран Балтии – это зона, которая находится непосредственно в зоне безопасности польского государства, в связи с чем мы поддерживаем любые стремления этих государств к независимости от России. А когда практически все, будучи уверенными, что Киев падет, эвакуировали свои посольства, польский посол Барташ Тихоцкий остался в Киеве и во время бомбардировок был вместе с вами, и во время атак на Киев, и сегодня он тут вместе со мной. Решительность Польши и воля ее политического руководства в первые решающие часы полномасштабного вторжения сыграли важную роль и стали примером для подражания. Страна одной из первых закрыла свое небо для российских самолетов, призвала провести срочное заседание НАТО и потребовала от Еврокомиссии ввести удушающие санкции против России. Инициировала закрытие границы с Белоруссией и РФ для грузовиков и объявила программу окончательной дерусификации экономики. А первая колонна с военной помощью Украине прибыла уже на следующий день после начала войны. В числе первых польский парламент признал действия российских оккупантов геноцидом украинского народа. А в первые недели войны сотни грузовиков с лекарствами, одеждой и средствами гигиены, продуктами длительного хранения и другими важными вещами ежедневно отправлялись из Польши в Украину. Польская помощь – ни хайп, ни пиар и ни способ набрать себе политических очков. Страна первой в 1991 году признала независимость Украины. А 14 лет назад активно боролась за то, чтобы Украину и Грузию приняли в НАТО. В первые дни атаки России на Грузию. Приехать в Тбилиси лично не побоялись лишь лидеры Польши, Литвы, Эстонии, Украины и Латвии. А смелая речь тогдашнего польского президента Леха Качиньского стала поистине пророческой. Впервые за долгое время наши соседи с Востока показали лицо, которое мы знаем уже сотни лет. Эти соседи считают, что народы, которые их окружают, должны им подчиняться. Мы говорим им – нет. Эта страна считает, что былые времена, развалившиеся менее 20 лет назад империи, возвращаются, что доминирование вновь будет характерной чертой этого региона. Не будет. То время закончилось раз и навсегда. Не на 20, 30 или 50 лет. И мы прекрасно знаем, что сегодня Грузия, завтра Украина, послезавтра страны Балтии, а позже, может, и моя страна – Польша. Многие историки и политологи считают, что если бы не тот знаковый визит солидарности глав смелых государств, российские оккупанты могли бы дойти до Тбилиси. Тогдашний посол РФ в Латвии Вишняков заявил, что Польше и странам Балтии придется дорого заплатить за поддержку Грузии. А менее чем через два года Олега Качиньского не стало. Здравствуйте. Сегодня случилось то, чего не было еще никогда. Мир в шоке. В одну секунду европейское государство осталось без президента и почти всего политического и военного руководства. Из столицы Польши в Смоленск на Ту-154, который разбился при заходе на посадку в густом тумане, летели 97 человек. Не выжил никто. Заложенный тротил при ремонте президентского Ту-154 в РФ. Несчастный случай из-за плохих погодных условий или ошибка пилотов. Версии о причинах трагедии несчетное множество. Но трагически знаковым это место для Польши стало уже во второй раз. В Катыни под Смоленском, куда так и не долетел Качиньский, Весной 40-го НКВДисты за личной подписью Сталина расстреляли 22 тысячи польских военнопленных и узников в тюрем, захваченных после советско-нацистского раздела Польши в 1939-м. И здесь тоже исторические параллели. Несмотря на то, что Штаты и Британия знали об этом преступлении, широкой огласки оно не получило. Запад все еще верил в прочность военно-политического союза со Сталиным в войне против Гитлера. Даже после вторжения нацистской Германии в Польшу, Данию, Норвегию, Бельгию и Нидерланды. О недопустимости подобных пактов и договоров с агрессорами как раз и хотел сказать Ляг Качиньский в своей речи на памятном мероприятии. Лидер Польши хорошо знал историю и умел выносить из нее уроки. Он часто и решительно говорил об опасности возрождающегося империализма Кремля. Путина от этого каждый раз корежило. Империализму нельзя уступать. Нельзя уступать империализму и любым имперским наклонностям. Президент Польши заявил, что его страна не поддержит ни одного мирного соглашения, которое будет предусматривать потери Украины и хотя бы части своей территории. По Бучи, Бородзянце, по Мариуполу не может быть повроту до бизнес-эз-южуал с Россией. Шановные пане и панове президенте, шановне панство премьеры, шановне панство пословие до парламентов целого света, не может быть повроту до бизнес-эз-южуал. И, к счастью, в этом мнении сходятся все польские политики, вне зависимости от партий и течений. Целый мир считал, что Крым – это, возможно, цена, которую стоит заплатить России за то, чтобы она не начинала новых агрессий. Это была ошибочная оценка. Польша всегда стояла на том, что если Россия почувствует вкус добычи, то так как медведь, который почувствует человеческое мясо, потом охотится на людей, то и Россия тоже, скорее всего, пойдет на следующую добычу. И так случилось. Поэтому сейчас Польша делает все, чтобы приблизить победу Украины. А Украина защищает от российской агрессии не только себя, но и всю Европу. Уже с первых дней войны, помимо экономической и политической поддержки, против российских захватчиков отправились воевать польские минометы, боеприпасы, беспилотники и другое вооружение. Власти Польши были готовы даже предоставить Украине боевые самолеты. Однако в Вашингтоне сперва назвали такую инициативу необоснованной. Думаю, что есть три повода, почему в Западной Европе относятся по-другому к войне в Украине. Первое – это какая-то определенная наивность, скажу честно, или иллюзии, потому что они не пережили того, что пережили поляки или украинцы, или белорусы. Если граничишь с Атлантическим океаном, а не с Россией, то можно быть наивным, это ничего не стоит. Вторая вещь – это экономические интересы, особенно монополия РФ на энергетику, а также сильное влияние российского ФСБ в связке с бизнесменами, олигархами, то есть в определенном смысле и политической коррупцией, и энергетической, которая нас касается. Ну и третий повод – это определенное очарование силой, величием, таким нездоровым очарованием, как в Германии. Стокгольмский синдром немного. Если нас победили, занимает одну седьмую или одну шестую часть земли, то нужно им проявлять какое-то особое уважение. Абсурдно, однако, некоторые люди в это верят. Не надо им показывать специальный взгляд. Абсурдно, но, нестыте, много людей в это верят. Поэтому изначально приходилось действовать аккуратно и не напрямую. Многие помнят, как по соцсетям разлетелась интересная публикация. В Польше исчезли 100 танков Т-72, которые хранились в Люблине. Украинцам тогда пожелали хорошей охоты. К счастью, сейчас тренд на помощь Украине стал глобальным и настолько распространенным, что остановить его уже не получится даже при большом желании. Польша заключила с Украиной крупнейший за 30 лет контракт на поставку оружия. Более чем на 600 миллионов евро. Там и шесть десятков так нужных ВСУ 155-мм самоходных артиллерийских установок КРАП. И ПЗРК Перун М1, разработанная на базе советских ПЗРК ИГЛА-1. Всего в апреле Польша передала Украине более 200 советских Т-72. Это почти половина от всех танков, что были на балансе польской армии. И на тот момент им еще даже не нашли замену. Всего же Польша передала Украине военного оборудования на полтора миллиарда долларов. В отчете Института мировой политики видно, что из крупных стран только слова Польши, Великобритании и Канады не расходятся с делом. Они поставили Украине оружие ровно столько, сколько обещали. В отличие даже от США и Германии. По общему объему предоставленной военной помощи Польша уступает только таким гигантам, как Штаты и Великобритания. Впрочем, есть даже и другие подсчеты. Если измерять помощь Украины в денежном выражении, то Польша после Соединенных Штатов Америки находится на втором месте в мире в плане предоставления военной помощи. Вот один из примеров, если брать именно военную составляющую, там может служить польская гаубица Краб, производство Гута Солова Воля. Это сверхсовременные, хорошо бронированные гусеничные машины, поражающие наземные цели с точностью до двух метров на расстоянии в 10 километров. И этот тип гаубиц получил очень положительные отзывы от ВСУ. И вот поэтому несколько недель назад поляки объявили, что продадут украине три дивизионных таких машин, а это 54 единицы, что очень довольно-таки серьезно и может действительно изменить ход боевых действий. Помимо десятков боевых машин пехоты, недавно Польша начала поставлять Украине также основные танки своей армии. ПТ-91 «Тварды» в значительном количестве. Так, шестанчиков. Такие у нас крабище поляки. Приедут, мы подаруем такого крабика. Музыка. Интересно, что Россию никто не любит настолько, что на ракетах, которые ей поставляют, каждый оставляет свое послание. Чехи не забывают расстрелянную пражскую весну 68-го. Голландцы мстят за сбитый малазийский «Боинг», а поляки напоминают оккупантам про Катынь и Качинского. Украину оккупировала Польша. Российские пропагандисты, их белорусские подпевалы, настолько негодуют из-за тесных украинско-польских отношений, что выдают целый клондайк занимательных для узконаправленных медицинских специалистов речей. Фашистский террор набирает обороты уже не только на Украине, но и в Европе. Премьер-министр Польши Моровецкий заявил, что русский мир представляет собой угрозу для всей Европы. Более того, Моровецкий призвал полностью уничтожить эту чудовищную идеологию, которая, как он выразился, является раковой опухолью. Ну то есть история людей ничему не учит. Ведь благодаря подобным самодовольным и самонадеянным идиотам Польша уже несколько раз прекращала свое существование в качестве независимого государства. Но больше всего бунтует Горный Дон. После того, как российского посла на 9 мая в Варшаве облили свекольным соком цвета крови, главнокомандующий ТикТок войсками Чечни не на шутку разбушевался. Ну, Украина это закрытый вопрос. Мне интересна Польша, да. Польша Дон, чего добивается, да. После Украины, да, если будет команда, да, мы 6 секунд, да, покажем вам, на что вы способны, да. Лучше заберите, да, свое оружие, своих наемников, да, и попросите, да, официально измерение за нашего посла, да. Мы это просто не оставим, да, имейте в виду, да. Бредни 6-секундного Рамзана не только лишь плод его бурной фантазии, планов по демилитаризации НАТО и в первую очередь Польши и стран Балтии в консистенции российских политэлит все больше. Своими заявлениями о России как раковой опухоли и о контрибуции, которую мы должны выплатить Украине, Польша побуждает нас поставить ее на первое место в очередь на деноцификацию после Украины. А глава СВР Нарышкин, тот самый бледный и нерешительный мужичок в пиджаке, над которым посмеялся даже Путин, Недавно заявил, что в Польше, оказывается, приступили к плану расчленения и освоения Украины. И ведь не стыдно молоть такую чушь после того, как твоя страна уже захватила пятую часть чужого государства. Видимо, свои планы на других примеряют. Тезисом этим вторит и недалекие, ну, в смысле от Путина, совбезник Патрушев. Судя по всему, Польша уже переходит к действиям по захвату западных украинских территорий. Ярким тому подтверждением стал визит в Киев польского президента Дуды, а также его заявление о том, что вскоре польско-украинская граница перестанет существовать. Нам они говорят, что мы за то, чтобы Украина оставалась суверенным, чтобы сохранялась территориальная целостность. Но мы знаем, что уже целый ряд государств ведут активную работу по ее расчленению. А за истерикой пропагандистов после очередных острых заявлений польской или украинской стороны наблюдать попросту забавно. Значит, храбрые поляки от вашей Варшавы не останется за полсекунды ничего. Поляки! Молиться нас должны! Украинская операция – это все лишь промежуточный этап по обеспечению реальной безопасности стратегической нашего государства. Выходить в открытое – уже не словесное противостояние с Польшей оккупанты пока боятся. Зато мелко пакостят у самой границы с НАТО. Зачастую ракеты приземляются буквально в 15 километрах от территории Польши. Бывший посол Украины, к слову, допускает нападение России на Польшу. Но призывает не бояться, а готовиться. Если Польша сделает какие-то заявки, то Россия может пробовать их обстрелять. Не нужно этого бояться. Учитывая непредсказуемость путинской России, которую недавно подтвердила рабочая лошадка Бункерного, аппетит у империй тоже приходит во время еды. И цели, и задачи недооперации меняются так же часто, как и ее руководители. Сейчас география другая. Это далеко не только ДНР, ЛНР. Это еще и Херсонская область, Запорожская область и ряд других территорий. И этот процесс продолжается. Причем продолжается последовательно и настойчиво. По мере того, как Запад в бессильной злобе, или в желании максимально усугубить ситуацию, накачивает Украину все более дальнобойным оружием. Эти Хаймарсы вроде там уже резников, или кто-то у них хвалится, что уже 300-километровые боеприпасы они получили. Ну, значит, задачи географические будут отодвигаться от нынешней линии еще дальше. Но угрозы угрозами. А пока русским танкам удалось доехать до Варшавы только в таком виде. Ну, точнее, им даже помогли. И вряд ли когда-то их здесь станет хоть на одну единицу больше, говорят местные. О действиях россияны и Путина на камеру поляки высказываются неохотно. Говорят, некрасиво материться в публичных местах. А вот о готовности в случае необходимости за себя постоять и вере в свою армию, которая является частью НАТО, говорят уверенно. Наши солдаты лучшие в мире. Такая правда. А если бы тут что-то угрожало, то в голову сразу. Надеемся, что не поборят Украину. Так что не будет этой проблемы. НАТО все-таки нас защитит и задержит вторжение. Польша сама точно нет, но при помощи НАТО справимся. Мы состоим в организациях, которые должны нам помогать. Но история показывала разные сценарии. Недавно в столице Польши вновь отдали дань памяти жертвам Варшавского восстания 44-го. Это одна из самых трагичных страниц в польской истории. И один из главных символов мужества и решительности в борьбе за независимость. Тогда территория страны все еще находилась под контролем нацистов. Правительство было в Лондоне, а освобождать поляков на долгие годы с другой стороны уже вовсю собирался Сталин. Несмотря на то, что к августу Красная Армия приближалась к Варшаве, глава польского правительства в изгнании принял решение не сотрудничать со вторым по опасности злом – коммунизмом. И советские войска, которые уже стояли на другом берегу Вислы, не поддержали варшавских повстанцев. Силы были неравны, но люди держались стойко, сражаясь до последнего. 63 дня до 10 тысяч уничтоженных немцев, в то время как нацисты убили как минимум 150 тысяч мирных жителей Варшавы и фактически сравняли некогда красивейший город Европы с землей. Численность населения до и после военной Варшавы говорит лучше любых слов. Численность населения до и после военной Варшавы То, что происходило здесь, в Варшаве, во время Второй мировой войны, когда велись бои и немцы бездушно убивали гражданских жителей столицы, к сожалению, ужасно похоже на российскую агрессию против Украины сегодня. Насколько схожи картины, насколько одинаково зверства убивающих, уничтожающих, разрушающих жизнь невинных людей. Какие же выводы следует сделать, чтобы трагедии подобных масштабов больше никогда не повторялись? Известная участница Варшавского восстания Ванда Трачек-Ставска призвала мир помочь украинцам поставками оружия. В 1944-м повстанцы прекратили битву с немецкими оккупантами, понимая, что шансов нет, потому что подвели союзники, которые могли дать оружие и боеприпасы, но не сделали этого. Мы отбирали их голыми руками у врага, поэтому и погибали. Взываю, потому что в Украине идет война. Как можно скорее помогите им, самым современным оружием. Взываю ко всему миру. Я говорю это как солдат, который знает, что значит держать оружие в руке. Все помогайте Украине. Все. От союзников можно ожидать чего угодно, поэтому сегодня Польша делает все, чтобы быть способной защитить себя самой. Польша будет реформировать свою армию, чтобы быть способной самостоятельно, с помощью НАТО, но в большей мере самостоятельно дать отпор Российской Федерации. И военная реформа будет способствовать тому, чтобы выиграть войну с Россией в Польше. Значительно вырос интерес самих поляков к обучению обращения с оружием. Люди буквально штурмуют тиры и стрельбища. Курсы организовывают даже для сотрудников Польской почты. А с нового учебного года для старшеклассников вводятся обязательные уроки стрельбы. Проводятся занятия по оказанию первой помощи. Граждан информируют о возможной угрозе, в том числе и ядерной. Приводятся в порядок убежища и составляются списки потенциальных добровольцев. Правительство оказывает помощь в строительстве четырех сотен новых стрельбищ и готовит законы, которые упростят полякам доступ к оружию. Кроме этого, страна активно закупает новое вооружение, постоянно проводит учения и увеличивает расходы на финансирование армии, расширяя ее численность. И тут переговоры о создании постоянного штаба одного из армейских корпусов США в Польше. Сегодня в стране находится более 11 тысяч американских солдат. Вашингтон заметно увеличивает военный контингент в Европе. С Аляски в Польшу переброшено шесть истребителей пятого поколения F-22. А по количеству взносов НАТО страна скоро сможет выйти на первое место в Альянсе. Но главную ставку польские военачальники делают все же на свое. Войны долго еще продолжались. Опустела Речь Посполитая, опустела Украина. Ненависть поселилась в сердцах и отравила кровь народов-побратимов. А 150 лет спустя Екатерина II, российская царица, покорила Крымского хана, уничтожила Запорожскую сечь и весьма способствовала развалу Речи Посполитой. Исторически отношения между Польшей и Украиной складывались непросто. Восстание Хмельницкого против Речи Посполитой, которая так любит вспоминать российская пропаганда, в 17 веке не только рассорило исторических союзников, но и значительно ослабило крупнейшее на то время европейское государство. Это позволило московскому царству в конечном счете разрастись до огромной и кровавой Российской империи. Шок для Хмельницкого был в том, что он планировал договариваться с российским царем так же, как перед этим с польским королем. Но посланник царя сразу же сказал, что у нас такого не было, нет и не будет, чтобы власть имущий договаривался о чем-то со своими невольниками, дав понять с этого момента, вы лишь невольники. Это была суть того, что услышала Украина в тот момент, когда выбрала Москву. Украинцев в составе Российской и Австро-Венгерской империй умышленно стравливали с поляками. Вражда между соседними странами продолжалась едва ли не до середины прошлого века. Но даже во время междоусобиц нашлось то, что на время вновь объединило народы. Польско-Украинский союз против большевистского нашествия в 1920-м привел к сохранению Польши независимости. А Варшавская битва, которую назовут чудом на Висле, будет включена историками в список самых выдающихся переломных сражений в мировой истории. Сто лет назад кони, пушки и пулеметы украинской армии не позволили коммунизму дойти до Варшавы. Сегодня польские танки и гаубицы останавливают российское нашествие на Украину. А эти слова творца польской независимости остаются актуальными и по сей день. В блеске наших штыков и сабель вы не должны видеть нового навязывания чужой воли. Я хочу, чтобы в нем вы увидели отблеск вашей свободы. От имени Польши я предлагаю клич «Да здравствует свободная Украина». Одним из самых спорных моментов совместной истории стала волынская резня. Геноцид поляков, устроенный во время Второй мировой националистическим крылом украинской повстанческой армии. Они мстили Польши за контроль над этой территорией до войны, своеобразно очищали земли от поляков и хотели навсегда помешать в будущем польскому государству претендовать на эту территорию. Подливали масло в огонь и гитлеровцы, активно стравливая народы между собой. Под раздачу, впрочем, попали и евреи, и чехи, и армяне, и русские, и даже сами украинцы. Нам нужно наполнить реки и озера польской кровью. Украина моя будет чистой, как стакан воды. По разным оценкам, на Волыне было зверско убито до 50 тысяч поляков, а до 3 тысяч украинцев погибло в результате ответных действий польской стороны. Заставьте ее! Она полька! Она же ваших кровей! По сути, на тех землях в 43-44 годах враждовали 4 группировки сразу – коммунисты, нацисты, поляки и украинцы. При этом известно о почти полутори тысяче случаев, когда украинцы пытались спасти своих польских соседей. 384 из них были убиты за это УПА. Потому что остальные, кто не хотят служить Бандере, получают пулю в голову. После распада СССР некоторые политики в обеих странах время от времени поддерживали дискурс исторической вражды, перекручивая отдельные факты в своих целях. И этим с удовольствием пользовалась пропаганда. Статей на тему в российских СМИ больше, чем исторических исследований о тех событиях. Но, к счастью, сегодня те темные страницы истории, кажется, уже окончательно перевернуты. Враги много раз пытались нас поссорить, направить друг против друга. Сегодня так же пробуют, пугая поляков украинцами и украинцев поляками, используя для этого болезненные темы нашего взаимного прошлого – нашей истории. Наши оба народа – это века, долгие века истории. Истории прекрасной, но во многих моментах также и очень трудной. Ведь настоящий друг, как водится, познается в беде. А время все расставляет по своим местам. В цивилизованном и демократическом мире нет места ненависти, мести и войне. А все вопросы решаются с помощью компромиссов, взаимопонимания и мирных договоров. В Польше особенно связаны с Украиной. И мне кажется, что даже те исторические вопросы, которые есть в двух странах, они дребны в сравнении с тем, какими объединенными стали наши страны сегодня, с начала этой нахабной войны с боку России. Но кто не знает истории, у того нет будущего. А действия России не только приводят к обратному от задуманного эффекту, как, например, расширение НАТО или милитаризация Украины, но и еще больше сплочают ее врагов. Улучшилось отношение поляков к украинцам и, наоборот, так, 96% опрошенных соцгруппой рейтинг считают Польшу дружественной страной, а более 90% позитивно относятся к ее президенту Анджию Дуде. В аутсайдерах по понятным причинам Беларусь и Россия. В свою очередь, две трети поляков еще за месяц до войны выражали симпатию или были нейтральны по отношению к украинцам. В майских опросах уже более 90% польских граждан поддерживали прием украинских беженцев. Польша не только в лидерах европейской солидарности, но и чемпион по прямолинейности. Среди стран Восточной Европы четко назвали Россию виновной в развязывании войны 87% польских граждан. В то время как только, например, половина венгров и болгар думают так же. Наравне с литовцами, латышами и греками большинство жителей Польши считают, что ответственность лежит не только на Путине, но и на россиянах. Вообще, самые красноречивые и в то же время емкие данные у нового российского турсервиса «Русофоба Локатора». Друзья, сегодня я с радостью представляю аналитический проект «Русофоба Локатор». Этот проект позволит вам выбрать страну, куда поехать в путешествие, не опасаясь проблем. Здесь вы увидите, какие страны и население каких стран относится к нам позитивно, а также увидите, какие страны относятся к нам негативно. Самое комфортное для россиян страны – Белоруссия и Сербия. А вот получить по шапке проще всего в Украине и Польше. Тут, в принципе, и добавить нечего. А так маскируются россияне в Польше. Им приходится даже вместо своего триколора на автономерах устанавливать украинские флажки. А еще и значок ПЛ, и надпись «Нет войне» клеют, только бы не побили. У меня есть несколько знакомых россиян, но политика и одурманивание голов десятилетиями Путиным и правящие партии привело их туда, куда пришла Германия в 30-х годах. Просто помутнение в головах и считают, что вокруг них подлый мир, с которым нужно бороться, так как условно украинцы – это нацисты, они верят, хотя это тотальный бред. Путин – это вообще бандит в квадрате. Можно его назвать уже обычным тираном, так же, как и Сталина, или других, потому что управляет своей страной железной рукой, не уходит, фальсифицирует выборы. Так же, к слову, как и его друг Лукашенко в Беларуси. Только сила. Есть много книжек, которые говорят о том, что он был воспитан на улице, и до него дойдет только тогда, когда он получит по морде. Больше ничего, никаких разговоров, никаких просьб, договоров, торгов. С этим человеком это не работает. Он просто должен получить по морде. Возможно, он боится, что экономически его отрежут от Китая или Индии. От Европы его отрезали. И если бы экономически он остался один, наверное, этого больше всего и боится. Что касается его действий на территории Украины, определенно, негативно отношусь. Мы у себя на три месяца приняли семью из Киева, помогали всеми возможными способами. Это была наша декларация против. Солидарность, единство, группа или класса, которая основана на общности интересов, целей и стандартов. Данное понятие отсылает к таким связям в обществе, которые объединяют людей в единое целое. Солидарность – слово древнее, от латинского «solidus» – твердый, прочный, нерушимый. Именно такими был одноименный польский профсоюз и движение, которое во второй половине прошлого века стало известно на весь мир. Ведь именно благодаря солидарности удалось победить коммунизм в Польше, после чего один за одним посыпались и другие режимы социалистической ориентации. Сторшня Гданьска, она же Гданьская судоверфь – легендарное место польской истории. Именно здесь в 80-х годах прошлого века было создано обширное движение «Солидарность». Люди были солидарны друг с другом во имя единой цели – распада тоталитарной системы. Как им это удалось? Учитывая, что под боком всегда была имперская страна. Советский Союз тогда, сейчас – Россия. Движение «Солидарность» продолжается. И солидарность Польши с Украиной, с Белоруссией тоже. Началось все с забастовок из-за мяса и политических увольнений. Переросло в движение за права, свободу и достойную жизнь всех граждан. А в итоге сумело переиграть и уничтожить тоталитарную систему. Феномен успеха польской солидарности будут долго изучать историки. Десятки фильмов снимут только именитые режиссеры. А методами сопротивления огромной и беспощадной системе. И по сей день будут вдохновляться оппозиционеры из разных стран. В чем секрет успеха этого движения? Как получилось объединить людей разных взглядов, профессий и амбиций в едином порыве и победить? Узнаем у того, кто стоял во главе легендарной солидарности. Лауреат Нобелевской премии мира. Кавалер орденов десятков стран. Один из самых влиятельных людей 20 века, по мнению американского журнала «Тайм». Первый президент демократической Польши и просто человек-легенда. Лех Валенца. Мы боролись не с генералами полиции и коммунизмом, мы боролись с системой. Мы говорили, что если будет другая система, то и вы, если будете способны, сможете в ней играть большую роль. Однако мы должны ее сменить, потому что и для вас это лучше, и в целом для развития мира лучше смена системы. Поэтому я боролся не с ГБшниками, не с коммунистами, я боролся с системой. Не забываем, что солидарность была крупнейшим мирным демократическим движением в тогдашнем советском блоке. Чем-то, что трудно сегодня себе представить. Присоединилась к ней очень быстро аж 10 миллионов человек. И это были обычные поляки, простые работники. На каждом предприятии появилась ячейка солидарности. И все те же люди привели к тому, что в течение следующих 9 лет эта борьба за свободу, за демократию шла. Мы состоим в организациях, которые должны нам помогать. Но история показывала разные сценарии. В забастовках вновь участвуют десятки тысяч людей из ключевых предприятий. Экономика страны опять начинает парализовываться. И властям приходится идти уже на реальные уступки. В конце августа они подписывают с забастовочными комитетами легендарные августовские соглашения. Среди основных требований рабочих – легализация независимых профсоюзов, свобода слова и печати, повышение минимальных зарплат и введение второго выходного дня. А также освобождение всех политзаключенных и возвращение на работу несправедливо уволенных. Всего 21 пункт. Запомнится подписание документов еще и огромной ручкой с изображением Папы Римского, которая уже очень случайно, кстати, оказалась под рукой Валенцы. А ручки, которые Илья Хваленцы подписывал, те самые августовские соглашения, есть даже страница в Википедии. Ее длина почти 50 сантиметров. И мы хотим разыграть ее для вас, среди вас. Тот, кто напишет комментарий, который соберет больше всего лайков и получит эту ручку, мы ее вам вышлем. А вторую такую вышлем тем, кого выберем сами. Просто пишите интересные комментарии под этим видео. Но не всем подписанным в августе постулатам будет суждено реализоваться на практике. Эйфория реформ, ощущение оттепеля и скорых перемен уже спустя 16 месяцев внезапно столкнутся с жестким диктатом и объявленным холодным утром 13 декабря 1981-го военным положением. Рада паинства в сгоде с постановениями Конституции впроводила десь о полноцы стан военный на обшаже целого краю. Этого можно было избежать, и Польша гораздо раньше бы трансформировалась в поистине суверенное демократическое государство. Однако тогда Кремль пригрозил вмешательством. ПНР была одним из главных советских союзников в Восточной Европе. И незадолго до этого в Польше проводились масштабные учения стран Варшавского договора. Тогда союзничков еле удалось выпроводить из страны. Впереди поляков ждало 7 лет жесткой диктатуры, обнищания, преследований, расстрелов, посадок и жесткого подавления любых проявлений несогласия. Более 10 тысяч человек были интернированы, то есть насильно перемещены в места не столь отдаленные. Документально подтверждено убийство при различных обстоятельствах 115 оппозиционеров. Солидарность тогда была в прямом смысле в крови. Но усердная работа в подполье, а также попытки страйков и уличных акций не прекращались. Люди бойкотировали государственные мероприятия и проводили итальянские забастовки. Массово выходили из состава правящей рабочей партии. Самые смелые продолжали более решительные акции и не теряли оптимизма. Выкидывание с работы, ограничение возможностей строить профессиональную карьеру, преследование тысячью разных способов. Ну и тюрьма, аресты, лагеря, через которые я тоже прошел. Часть людей пошла в Польше, в подполье, часть деятелей. Однако множество граждан применяло пассивное сопротивление по отношению к системе. Разными способами поддерживая антикоммунистическое подполье, либо нанося вред власти. Большую роль сыграла уже многолетняя оппозиционная деятельность, в которой существенную роль имели независимые подпольные медиа. Это и издательство книжек и пресса. Существовало даже подпольное радио. Один из таких журналов редактировал я с друзьями, выдавал в подполье. Знаковым для людей стал визит в Польшу в 1987-м Попы Римского, поляка Кароля Войтылы. В Польше огромную роль играл католический костел в формировании основ независимости. Особенно если учесть, что во время военного положения в Польше во главе всего костела был поляк Ян Павел II. В Гданьске он почтил память убитых рабочих в верфи. Тогда агентам спецслужб приказали повернуться к нему спиной. А более миллиона человек слушало речь своего духовного лидера на территории бывшего аэропорта. И даже там не всем хватило места. Не можно сдезертировать. В словах Папы многие увидели тогда первый проблеск надежды. А уже через год начал проявляться и настоящий свет в конце тоннеля. Благодаря перестройке, ослаблению Советского Союза, а также санкциями и ухудшению экономического положения, весной 1988-го в Польше вновь вспыхивают массовые забастовки. Они-то и станут началом последней битвы с коммунистическими режимами. Перед лицом масштаба недовольных перестает биться даже сердце ПНР, ЗОМА, местный ОМОН. Не пошли коммунисты и на очередные аресты лидеров профсоюза. А последние потуги коммунистических властей, искусственно продлевавших себе политическую жизнь, стали стремительно становиться прошлым. В начале 1989-го у правящей рабочей партии не остается никакого другого выхода, кроме как опять садиться с оппозицией за стол переговоров. Коммунистическое правительство соглашается на первое подобие свободных выборов, явно не ожидая их результатов. Солидарность получает 99 из 100 мест в высшей палате парламента и 160 из 161 в нижней, то есть сейме. Это был максимум той 35-процентной квоты, которую дали оппозиции. И необходимый минимум, чтобы солидарность могла одержать победу. Акции протеста тем временем продолжались, и коммунисты в итоге так и не смогли удержать власть. Их решения в парламенте неожиданно начали отказываться выполнять даже сателлиты правящей партии. Последний коммунистический премьер в итоге уходит в отставку, а председателем Совета Министров становится представитель солидарности Тадеуш Мазовецкий. Некогда правящая рабочая партия объявляет о самороспуске, а в конце года на первых свободных президентских выборах победу одерживает председатель солидарности Лех Валенца. 45-летнее правление коммунистов в Польше окончательно завершено. И не только в Польше. Эффект домино под названием «Осень народов» один за одним открывал дороги странам коммунистического блока к освобождению от советского господства. В ноябре 89-го пала Берлинская стена. В Болгарии и Венгрии тоже сели за круглый стол переговоров, а в Чехословакии победила бархатная революция. И именно польская солидарность, и в смысле единства, и как движение, ознаменовала крах коммунизма, распад советского блока, а также конец холодной войны и бессмысленного ядерного противостояния. А еще начала новую главу истории новейшего времени для Европы. Европы свободной, прекрасной и непобедимой. Но лишь при одном условии, если она будет оставаться солидарной. Правда, пока, пожалуй, лишь Польша и ее соседи лучше других знают и понимают значение этого простого, но так важного для всего мира слова, которое в истории не раз спасало, а объединяло и помогало победить. Историческое фото. Толпы людей собираются у главного офиса солидарности в Варшаве, чтобы вместе дождаться объявления результатов первых полусвободных выборов в парламент. Не было скандирований, криков и лозунгов, а лишь приглушенный радостный шум давал понять. Здесь происходит нечто великое. Думаю, что это был один из самых лучших моментов в моей жизни. Помню, как сказал своей дочке, которой тогда было пять лет. Доченька, ты будешь жить в свободной стране. Площадь Конституции 6. Перед последним офисом солидарности здесь располагалось кафе «Нисподянка», то есть «Сюрприз», если переводить с польского. Затем настоящим сюрпризом для всех стало первое попадание оппозиции в парламент коммунистической страны. А сюрпризом и для самих белорусов, и для захватившего власть Совкового Лукашенко стали первые, настолько массовые в истории страны протесты. Такая же самоорганизация и взаимопомощь, такая же решительность и вера в мирные перемены, такая же солидарность. Уходи! Уходи! Но лишь одно отличалось. На такой ужасающий уровень репрессий, как Лукашенко, сейчас в 80-м не решались идти даже коммунистические власти. Тогда там боролись с активной оппозицией, сегодня тут сражаются с собственным народом. Штрафы за носки неправильной расцветки и годы настоящей тюрьмы, за танцы на улице и оскорбляющие смайлики в интернете. Репрессии, пытки, убийства мирных протестующих и заключенных в тюрьмах, а тысячи людей до сих пор за решеткой по политическим мотивам. В результате самых массовых в современной Европе репрессий десятки тысяч белорусов вынуждены были покинуть свои дома. И здесь уже ни для кого не стало удивлением, что больше и лучше всего их приняла Польша. Говоря о событиях 2020 года, конечно, и на сегодняшний день Польша является одним из лидеров среди европейских стран по оказанию помощи белорусам. Да, мы можем что-то критиковать, может, что-то хотели бы сделать больше, но давайте все-таки посмотрим правде в глаза. Первое – это помощь всем раненым пострадавшим, медицинской, которая оказывалась уже в 2020 году. Это принимали белорусов, которые были вынуждены уезжать в связи с преследованием в стране, и получили здесь статус политических беженцев, убежища и таких тысяч, к сожалению, к большому сожалению. Десятки тысяч, если не сотни тысяч, получили возможность гуманитарной помощи и получения статуса гуманитарного характера, получить работу, образование, какие-то социальные поддержки со стороны польского государства. Даже то, что, извините, белорусский ребенок в семье, которая проживает в Польше, получает такие же годы, такие же доплаты, так же, как и польский ребенок, те же 500 злоток, тот, кто просит о статус беженства, получает выплату большую или практически равнозначную при той же пенсии, которая выплачивается в Беларуси. Это все социальные стандарты, которые применила Польша в отношении белорусов. Это тот финансовый груз, который приняла на себя Польша. А на месте того легендарного штаба солидарности сегодня – одна из белорусских организаций помощи беженцам и объединению молодежной диаспоры в Польше. Словом, дело солидарности живет и по сей день. А беда, как и тогда, объединяет. О том, почему Польша так сильно поддерживает соседей, мы спрашивали у премьер-министра Польши во время белорусских событий. Во-первых, хочу сказать, что есть определенная близость, связь между народом белорусским и народом польским – культурная, языковая, историческая, географическая. И, надеюсь, эта связь превратится в очень близкое экономическое сотрудничество в будущем, сотрудничество между нашими народами во всех возможных сферах – также научных, студенческих, также научных, студенческих обменах. Хотел бы, чтобы это был обмен, чтобы в перспективе много польских студентов приезжало в Минск и другие города Беларуси, чтобы узнавали белорусскую культуру, чтобы было взаимно, чтобы было в обе стороны. Это во-первых. Во-вторых, я могу сказать за себя, что я тоже являюсь ребенком солидарности, и в прямом, и в переносном смысле. Этого большого польского движения, которое родилось 40 лет назад, когда проходили протесты на побережье, в других польских городах, и то, что эти протесты были оккупационными и были одновременно солидарными, строили связь между разными предприятиями, коммуникацией, а тогда ведь было сложнее с коммуникацией, чем сегодня. Это тоже было важным элементом борьбы с коммунистическим режимом тогда, потому что солидарность – это то слово, которое мы хорошо понимаем в наших языках. Оно означает связь, отношения, сотрудничество, помощь. И это тогда было очень важно для победы. Тоже август, тоже протесты, тоже попытки забастовок. И даже такой же неофициальный гимн «Муры рухнут». Субтитры создавал DimaTorzok И даже когда это было уже не модно, польский президент продолжал призывать мир оставаться солидарным с Беларусью. Бо Польща шанует и разумеет Беларусь, а мы, поляки и беларусы, надзвычай близкие народы. Живе Беларусь! Нех жие Беларусь! Нех жие братерство народов нашего региона! Нех жие солидарность! Что делать дальше и как не допустить распространение имперской чумы в Европе? Самый сложный сейчас вопрос. Все познается в сравнении, а в споре рождается истина. Но когда есть чем сравнивать и спорить уже особо не о чем. Мы должны вооружаться и сотрудничать в вопросах безопасности. Договориться со Швецией, Финляндией, Румынией. И создать блок сотрудничества, который остановит Россию и победит в возможной войне. Но почему Запад сегодня помогает меньше, чем Польша, хотя может больше? Смогут ли поляки сами себя защитить? Что будет в этом регионе в ближайшие годы? Способна ли Россия пойти дальше? Какие из этих вопросов таки останутся риторическими? А над чем нужно задумываться самым серьезным образом уже сейчас? Не можем напоследок не уточнить у наших собеседников. Победа Украины приведет также к переменам и в Беларуси. Потому что Путин и Лукашенко будут с одной стороны, как большие проигравшие в войне, которую вместе и развязали. Современный мир так сильно стоит на свободных, независимых, суверенных и демократических государствах, правовых государствах, что рано или поздно, надеюсь, что раньше придет к этому и Беларусь. А тогда и экономическая система будет лучше, и общество будет более состоятельное, потому что будет нормально развиваться. Ну а я возлагаю большие надежды на нашу польско-белорусскую дружбу. Пускай она длится тысячелетиями, как и до этого времени. В этой части Европы через несколько или несколько десятков лет точно будет свободная Беларусь, которая, думаю, будет государством Северной Европы. Таким даже экономическим тигром, с точки зрения хорошо образованного общества, сильного сектора IT. Такая страна-протестант в Восточной Европе, мне это видится. Будет независимая Украина, которая будет в сильно интегрированном союзе с Западной Европой и Европой в целом. Не знаю насчет НАТО, но в Евросоюз точно входит. Будет Польша, которая, надеюсь, не будет управляться популистами, но это уже зависит от поляков. И, надеюсь, будет Западная Европа, которая изменит свои наивные убеждения насчет России. Это уже происходит. И последнее, сильные трансатлантические связи, то есть США и Европа, вместо того, чтобы отдаляться, будут создавать единый, общий, сильный союз. Как наши прадеды придумали велосипед и немного технологий, то сделали государства страны. И до конца 20 века интерес был государства страны. Отсюда войны, постоянная смена границ. Но в интересе этих государств, в интересе стран, потому что так того требовала технология. Но мы уже построили такую технологию, что эта связь с государством страна стала маленькой для нашего уровня развития, уровня развития мира. Не зря все-таки шутят, что лехваленцы – грамотная электрика. Разница потенциалов, сила тока, напряжения, сопротивления. Не теряют оптимизма и трезвости, а резкие и бодрые заявления поражают российских пропагандистов, как удар током. Так, недавнее заявление «Легенды солидарности» о том, что нужно помочь восстать 60 аннексированным РФ народом и оставить Россию с населения в 50 миллионов человек, буквально подорвало всевозможные места у российских пропагандистов. И что мы здесь можем сделать? Выкрасть его? А почему нет? Что мы можем сделать? Попросить Интерпол его привлечь? Нет. По крайней мере, нужно уголовное дело. Завести дело? Вывесить на сайте Следственного комитета? Нет, если нет международного права. Разыскивается за голову 5 миллионов долларов или евро любому европейцу, который поставил комменсу на территорию. Прекрасный вариант. Я думаю, что за 100 евро этого негодяя привезут сюда. Но именно и только через это лежит путь к глобальной безопасности, не устает твердитель Охвалянса. Правда, из-за этого пришлось повышать уровень безопасности для него самого. После этих громких слов и угроз в ответ бывшему президенту пришлось усиливать охрану. Не может быть так, что президент остается 20 лет президентом, потому что он за это время создаст мафию, банду, которая будет угрожать всему миру. А то, что Россия сегодня такая, какая есть, это системная ошибка, которая позволяла Сталину, Брежневу, сейчас Путину, сколотить такую банду, которая угрожает всему миру. Если не получится просто переубедить россиян, то можем попробовать использовать другой способ, показать и доказать на примере того, как сегодня Россия пробует поглотить Украину. Таким же образом она уже поглотила более 60 народов. Таким же образом из 60 народов состоит Россия. Только если Россия что-то захватывает, то так убивает, как убивает сегодня в Украине, и русифицирует так, чтобы эти народы были не в состоянии подняться. Но мы знаем, что они есть, и надо им показать, где они находятся, и возродить эти народы. И эти народы разобьют Россию. В России в конечном счете останется около 50 миллионов, и тогда Россия будет безопасной, демократической и порядочной. А в таких огромных размерах она всегда будет являться угрозой при такой системе, которая позволяет единице шантажировать мир. Не повторять ошибок прошлого ради лучшего будущего. В один голос твердят именитые историки, политики и политологи. И лечь здесь только на первый взгляд. А разница между никогда больше с одной и можем повторить с другой, полярной стороны исторической адекватности. В России, высокопарно заявляя о далеких минувших и великих грядущих свершениях и успехах, о простом, бытовом, банальном, зачастую забывается. Упускается из виду. Или еще чего похуже. На проблемы и провалы уровнем пониже просто закрываются глаза. В международных отношениях это зачастую обзывают термином «реалполитик». К слову, слово это по иронии с немецкого. На простом языке означает что-то вроде не поставить на место и не дать по морде возрождающиеся империи, а лишь выразить глубокую озабоченность и продолжить питать путинский режим покупкой его газа, даже после Грузии и Крыма. Ну, или же очередная попытка нормализации отношений между Европой и белорусским диктатором перед 20-м годом. Белорусы, как и украинцы и европейцы, хотят жить в свободной, мирной и независимой стране. Дружить с соседями и помогать тем, кому нужна помощь. Я думаю, нас объединяет много вещей. Одна из них – это то, что каждый из наших народов Россия ненавидит за его прагнение быть свободной. Если мы говорим про Польшу, мы можем брать приклад из ее истории успеха. Мы можем учиться тому, как колишняя социалистичная страна стала очевидным лидером Центральной Европы, как она строит государство. Мы должны быть социальными усилиями строить балтийский и черноморский наратив. Без демократичной Белоруси нема без безопасности Европы. Мы в этом доказали в зимку, на весне этого года. Нас объединяет одна проблема. Мы мало знаем один про один. Украинцы мало знают про Белорусы, поляки мало знают про украинцев, украинцы про поляки, украинцы мало знают про Молдаван, про Румун, про Словаков, про своих соседей. И эта проблема, она существует между другими европейскими странами. Это факт. Мы можем гучно говорить, ну, до ковида, что говорили про глобализацию, но нам нужно больше узнать один про один. Делать работу над ошибками, но не давать себя рассорить, смотреть шире и думать глубже, знать настоящую историю и не поддаваться на манипуляции и провокации. Казалось бы, банальные истины, но и они же рождаются в споре. В школах ведь не рассказывают, что больше всего в своей истории белорусы воевали именно с Москвой в разных ее проявлениях, формах и обличьях. До 20-го года больше за 20 военных конфликтов в Супраць Росеи разных уровней. От повстанцев до буйномасштабных войн а-ля от 13-ти годов. То, как мы больше ни с кем так не воевали, как Супраць Росеи. Две головные мыты у российской элиты были. Отримать новую землю в виде захопа у всех этих помежных землей и плюс выход до многих заходов, с которыми можно гадлевать и иметь шмар грошей. Ну и тому Россия пробивалася всем махчимым методами, как только могла, своими войнами изниччальными. А наша элита, заразумела, она не хотела падать, то есть под российская цера, потому что, ну, про бачу, у нас тут статуты, которые забезпечивают политические правы нашей шляхты, золотые шляхетские вольности. А там цер бачу, на кем падает его у ноги, целуем его на ботики и поклоняйся ему. А огромное количество страданий и отторжения к насилию пришло к нам из-за желания повоевать у других. Через страну постоянно прокатывались войны с запада на восток и наоборот. Примечательно, что в согласии и совместных государствах исторически белорусы жили в основном с украинцами, поляками и литовцами. А еще белорусы и украинцы вельми добры разумеют один одного, навод без перекладу. А так само легка вучить польскую мову. А не глядяши на анты-польскую и анты-украинскую политку белорусской державы, большость белорусов все равно вельми приязно ставится до своих суседей. А за нашу и вашу свободу наш огульный лозунг боротьбы за незалежность. И у российской пропаганды, якая с пробой нас у всех пересварить, капотым знижшись, так само ничего не отрывается. Мы выбрали у себя лепшее, что было у истории России на дворот. Продолжение следует...